Приветствую вас, братья и сестры! Мы прочитаем из книги Числа, 13 глава, с 1 по 4 стих. После сего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они, мужи главные у сынов Израилевых». Бог дал повеление Моисею высмотреть землю обетованную. Обратите внимание, что для этой миссии были выбраны главные люди из каждого колена. Не просто желающие, или смелые, или любопытные. Это очень высокопоставленные и ответственные люди. Авторитеты каждый в своем колене. Каждый из них имел особое влияние на людей. И после того, как они 40 дней ходили по земле и осматривали ее, они вернулись в стан и принесли с собой плоды той страны. Многие из вас знают хорошо эту историю. Нужно заметить, что это были сильные и мужественные люди. Во-первых, они прошли очень большие расстояния по разным рельефам. Горы, долины, пустынные места. Во-вторых, при этом несли груз. Скорее всего, и запас пищи, который они брали с собой в дальний путь. И также назад они несли с собой плоды. И даже двое на шести несли виноградную кисть. Скорее всего, пока они ходили, они делились впечатлениями. Обсуждали увиденное. Что они видели, они делились друг с другом. Но каждый сделал свои выводы. Оказывается, что несмотря на их положение в обществе, несмотря на их авторитет и физическую силу, они были в разном духовном состоянии. У них была разная вера и разное отношение к Богу. Когда они рассказывали о том месте, куда ходили, то все были в восторге от изобилия земли. Если читать эту историю, то все очень хвалили. То, что они увидели, их очень, конечно, привлекало. Это была плодородная земля, много урожая. Они были в восторге. Все единодушно хвалили. Но в отношении укрепленных городов, народов, живущих там, и великанов, которых они там увидели, мнения разошлись. И разошлись не поровну, а десять против двоих. Десять человек разносили худую молву и пугали народ, говоря, что они не смогут победить такой сильный народ, они не смогут взять эти города, что они все погибнут от меча. А двое успокаивали и ободряли народ, внушая доверие Богу, и говоря, что с Богом они смогут одолеть, что Бог даст эту землю им. Первый урок, который я хотел взять из этой истории, не идти за большинством на злое. У Халева и Иисуса Навина хватило мужества и стойкости веры в могущество Божие, что они, видя порыв этих десяти людей, начали им противостоять в своих доводах. Это было не так просто, братья и сестры, как нам кажется, что мы прочитали из истории. Это авторитетные люди. Это люди, за которыми стоял также народ. И вот когда эти двое, Иисус Навин и Халев, противостояли, весь народ пошел против них. Они захотели поставить себе другого начальника и вернуться в Египет, а Халева и Иисуса Навина хотели побить камнями. Но Господь вступился и сделал свое заключение. Что же сказал Господь? 13-14 глава книги Числа, 24 стих прочитаем. 14-24 «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Человек иного духа. Какая прекрасная характеристика человеку от Бога. Вы можете определить степень духовности человека? В чем же была духовность Халева? Нам очень легко, когда нам не нужно что-то придумать и фантазировать, но когда сам Бог дает определение, мы просто можем об этом прочитать. Сам Бог определяет, в чем был иной дух Халева, почему он отличался в совершенном повиновении. Бог обещал дать землю в наследие израильскому народу еще от Авраама. Все это люди, евреи, знали. Для этого Бог вывел их из Египта, при этом показывая чудеса, знамения, свою силу. Халев видел действия Бога. У него было полное доверие, полная вера в могущество Божие на протяжении вот этого короткого времени, как они вышли из Египта, и до этого времени, как они начали противостоять в этом разговоре. У него была твердая вера, упование. Он видел, как Бог совершал свой план, и Халев полностью повиновался Богу в его действии. Его дух иной заключался в повиновении Богу, в послушании. У нас нет сегодня времени рассматривать многих библейских героев, в которых был иной дух. Например, в книге Даниила написано, что у Даниила был высокий дух. Но я хотел бы показать вам теперь отрицательный пример из Библии. Вспомните Саула. Бог избрал его царем. Он был помазанник Божий. Дух Божий сходил на него, но что привело к падению этого сильного человека. Мы прочитаем 1 Царство, 15 глава, 10-11 стих. «И было слово Господа к Самуилу такое. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слово моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь». Заметьте, «И слово моего не исполнил». Речь идет о послушании. Бог поручил Саулу, он дал ему царство, и поручил ему, говорит, «Пойди истреби Амалика». Этот народ когда-то противостоял евреям. Он говорит, «Пойди истреби, истреби все, всех людей, весь скот, все живущее». Все должен был истребить. Саул пошел, истребил народ, взял царя в плен, и лучшее из скота взял с собой в добычу. Истребил все такое негодное, хромое. Он нашел себе оправдание. Он говорил, «Мы захватили это для того, чтобы принести жертву Богу». Казалось бы, хорошее дело для жертвоприношения. Но приходит к нему Самуил, 1 царств, 15 глава, 22 стих. Пришел Самуил, и написано, «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Самуил говорит Саулу, «Обрати внимание, твои мотивы, они были неугодны Господу, потому что ты нарушил Его Слово, Его повеление». Бог сказал вот так. Ты не должен был думать по-другому, ты не должен думать, что, а может быть, я вот так смогу угодить Господу. Нет, Бог сказал истребить. Ты нарушил. Богу важнее послушание. Что сказал Саул, 24 стих? «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое. Но я побоялся народа и послушал голоса их». Братья и сестры, посмотрите на два человека, Халев и Саул. Халев настолько слушался Бога, что пошел против мнения большинства и не побоялся народа. Почему? Потому что он полностью повиновался Господу. Для него было важно. Он видел Бога, он видел его могущество, и он понимал, что Богу нужно полностью повиноваться. Посмотрите на Саула. Имея царскую власть, он управлял народом, он мог сделать, что он хотел, но не имея послушания Богу, он подался народу. Царство Саула было бы крепко, если бы он слушался Господа. Такое хорошее начало и такой трагичный конец жизни. Погиб сам его сыновья. Почему? Не послушался. Народа побоялся. Степень нашей духовности определяется послушанием. Мы не сможем духовно расти без повиновения Богу. Духовный человек – это не тот, кто много читает, много знает, а тот, кто исполняет Божьи заповеди. Духовный рост у всех происходит по-разному. И даже можно заметить, когда в семье, в родстве или в определенной группе людей приходится принимать решения отстаивать библейские ценности вопреки плотским человеческим идеям. Наверное, вы с этим сталкиваетесь постоянно, так же, как и я. Вспомните, когда Иов находился в особо тяжелых обстоятельствах и нуждался в поддержке, что сказала ему жена. Книга Иова, 2 глава, 9-10 стих. «И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» «И во всем этом не согрешил Иов устами своими». Это ужасно было услышать от близкого родного человека такие слова в адрес Бога. Иов и его жена, они были разного духа. Написано, что Иов не погрешил устами своими. Жизнь в послушании Богу и повиновении Его Слову – это всегда конфликт с плотью. Вот почему мы испытываем внутреннюю борьбу, когда плоть желает противного духу. Да поможет нам Бог возрастать духовно в послушании Богу. И как приятно, если Бог скажет о нас, как Он сказал о Халеве. Этот человек иного духа. Этот человек повинуется Моему Слову. Да поможет нам Бог в этом. Аминь. Помолимся. Аминь.